Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги. Ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде. Например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Студия Медиакнига представляет Владимир Сухинин «Долгая дорога домой, или мы своих не бросаем?» Читает Сергей Горбунов Ну, что за странная судьба? Жить в окружении врагов, бороться, биться без конца. Уже ли мой удел таков? Я обречен самой судьбой вести свой бесконечный бой. Я сею смерть, печаль и боль. Отмщение им моя юдоль. Ария героя Легерийский императорский театр Пролог Редкие, но резкие порывы ветра, налетающие словно злые разбойники с разных сторон, раскачивали кривые стволы низкорослых деревьев. Искривленные мутации, исковерканные гибельной экологией и радиацией, деревья сердито шумели колючей листвой, жалобно скрипели, пригибаясь к почве, стонали под напором стихии, но не ломались. И вновь поднимались, распрямляя ветви, цепляясь корнями за камни, клочки земли, вгрызаясь в твердую сухую почву, показывая свою живучесть, не желая сдаваться ветрам. На когда-то уютную, но теперь заброшенную планету пришла ночь. Резко упала температура, и ветры, переходящие в вихри, поднимая тучи пыли и мусора, властвовали на поверхности. Заглушая его и ветра, громко и пронзительно прокричал Гурами, небольшой ночной хищник. Он поймал древесную крыцу и огласил окрестности победным криком. Ветер то ослабевал, то усиливал напор, прогибая небольшую в полчеловеческого роста пластиковую дверь в землянку. Снаружи было холодно, а в землянке тепло. Весело трещал огонь в маленькой печурке. На ней грелся закопченный чайник. Прямо на земле, подстелив облезлые шкуры, сидели двое. Старик и мальчик. Отблеск огня играл по изможденным лицам людей, делая их еще более непохожими на человеческие, напоминающие сказочных существ, вампиров из рассказов стариков и старух, которые сами запомнили их по рассказам своих дедов. Эти предания передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Сидеть молча было тепло и уютно. «Деда!» — прервал молчание мальчик. «А откуда ты знаешь, что завтра прилетит транспорт?» Старик усмехнулся и посмотрел на мальчика. «Это просто самсул. Надо отсчитывать двадцать камушков и приходить к космодрому. Если на вышке горит свет, значит, жди гостей. Я так всегда поступаю, редко когда ошибался. И ты учись!» — назидательно пробубнил старик. Он подкинул несколько веток в печь. «Стар я стал!» — он поморщился, потирая колени. «Не ровен час, могу помереть. А ты должен выжить, самсул!» Он погладил мальчика по грязной, нечесанной голове. «Обещай мне, что сможешь выжить!» «Обещаю, деда!» Они помолчали. Но мальчик не мог долго сидеть спокойно. «А зачем тебе камушки?» — спросил он. Опять раздался крик гурами. Старик разлил чай в кружке, добавил густой и сладкий вываренный сок, добытый из дерева войра. Кружку подал мальчику. «Пей, самсул! Сегодня ночь будет короткая!» Мальчик осторожно взял горячую кружку и с хлюпаньем отпил. «Камушки, спрашиваешь, зачем нужны?» — переспросил старик. «Это чтобы отсчитывать дни, мой мальчик. Я из одного мешочка перекладываю камни в другой и так отмечаю дни». «И ты так делай!» Мальчик кивнул, соглашаясь. «Буду, деда. Жаль, что нет лепешек», — посмаковав напиток, произнес он. «Ничего», — подбодрил мальчика старик. «Я думаю, когда на свалку вынесут корабельный мусор, мы будем первые. Наберем всякого разного добра и обменяем на лепешки. Я специально вырыл эту землянку, чтобы быть поближе к космопорту». «Деда, а почему мы так живем? Ну, я в том смысле, что почему мы такие бедные? Разве нельзя сесть на транспорт и улететь на другие планеты?» «Нет, Самсу, нам нельзя. Все мы — потомки преступников, которых сослали на эту богами забытую планету. А когда-то она была колыбелью всего человечества. Ты же знаешь, как она называется?» «Да, деда, знаю, материнская. Но какая же она материнская? Она страшная и опасная. Мы каждый день боремся за выживание». Самсул замолчал и стал неторопливо маленькими глоточками пить напиток. Поставив кружку между ног, он спросил. «А с чего все началось, деда?» «С чего все началось?» Повторил за ним старик. «Разное, говорят. Но я думаю, что мой дед был более прав, когда рассказывал мне историю нашей планеты. Была эта планета раньше пригодная для жизни. Пять материков и множество архипелагов. Это когда рядом в океане много островов». «А что такое океан, деда?» «Океан?» Старик имел привычку переспрашивать. «Ну, это когда много-много воды, и края земли не видно за гладью воды». «Это как наше озеро?» Переспросил мальчик. «Ну, примерно. Только во много-много раз больше. Ты не перебивай». Так вот, значит, населяли ее люди. На юге материков развивалось сельское хозяйство. На севере жители развивали ремесла. На островах архипелагов выращивали экзотические фрукты, специи, добывали драгоценные камни и занимались рыболовством. Между ними процветала торговля. Шло время. Цивилизация развивалась, и люди множились. Развивалась наука и техника. Выросли города и поднялись до небес. Все больше развивалась промышленность. Полезные ископаемые истощались. Люди научились обходиться синтетической пищей. Она была дешевле, натуральной и была на любой вкус. На юге заглохло сельское хозяйство. На островах перестали ловить рыбу. В конце концов наступило перенаселение, и люди разделились на тех, кто жил внизу, в трущобах, в смоге от фабрик и свалок, и на тех, кто мог себе позволить жить в роскоши наверху городов. Чтобы снизить напряженность в обществе, стали строить большие корабли и отправлять переселенцев на вновь открытые миры. Сначала на космические станции, потом на открытые планеты, на которых можно было жить. Вот так вот и осваивался космос. А здесь строились новые заводы, производили продукцию для колонистов и губили планету. Земля стала непригодной для жизни, реки и озера превратились в яд, чистая вода стала дороже жизни. Старик помолчал, вспоминая рассказы своего деда. А мальчик слушал эту историю, наверное, в сотый раз, и замирал, представляя, «Как это жить в стеклянных городах под небесами?» Стихия снаружи затихала. Ветер перестал давить на дверку. Старик налил себе кипятка и подбросил в печурку дрова. «Не знаю, когда», — продолжил он свой рассказ. «Но города стали воевать друг с другом. Не хватало ресурсов, а людей было в избытке. Да, даже не могу представить себе, как они могли применить такое оружие, как термоядерные бомбы», — качая головой, проговорил он. «Когда-то цветущая планета превратилась в могилу для миллиардов людей. Города были разрушены, связи между континентами перестали существовать, и люди, те, кто выжил», — откликнул горестно старик. «Вернулись к первобытному строю. Шли годы, и однажды на планету прибыла экспедиция. Прибывшие построили космопорт, а саму планету превратили в тюрьму для ссыльных преступников. Там, в новых мирах, самсул. Людей не убивают за проступки, а ссылают сюда». И тебя, деда, сослали.